Заскались меня. И теперь одна медицинская организация 50% из пенсии снимает через пенсионный фонд, а вторая медицинская организация из банка 50%. И я осталась на нулях. Смотрю, как ведут родители своих детей, а у нас уже в школу без прививок детей не пускают. Не думайте, что это пройдет мимо нас. К этому все идет. Мы на своей земле, но мы в оккупации. Да черт возьми, да когда же уже это кончится-то? Ну проснитесь, люди. Давайте хотя бы детей, то, что самое наше дорогое достояние, дети, мы хотя бы их спасем. Насколько это возможно? Просто так говорить, все, труба, все, что там 5-10, это все ерунда. Надо хоть что-то, но делать. Потом призываю людей... Здравствуйте, у вас интересный плакат. Путинская судебная банда города Москвы из предателей Родины, предателей Конституции ограбила Беляева Нину, оставила без средств существованию. Помогите насобирать на адвоката деньги. Ну, во-первых, вопрос, кого вы называете путинской судебной бандой, что за истории с Ниной Беляевой, и есть же адвокаты, кто помогает бесплатно, даже добровольно, на общественных началах? Зарплатно никто не помог. Да, куда обращалась? Что за ситуация? Первая ситуация такая. В 2011 году меня восстановили на работе в государственном учреждении, городская клиническая больница номер 7 имени Юдина, департамента здравоохранения Москвы. И взыскали даже зарплату в мою пользу. Но с 2011 года не выдают исполнительный лист. Без объяснения причин. Мои заявления о выдаче исполнительного листа держит Симоновский суд без движения. То есть суд вы выиграли, но вы не можете добиться, чтобы это было исполнено? Да. Это потрясающе. Куда вы обращались? Я не вмешиваюсь. Куда вы обращались? Во все инстанции. Во все инстанции. Теперь подаю новые языки. Ну конкретно, куда, припомните, куда обращались? И в генпрокуратуру, и в следственный комитет России. И в прокуратуре вот была на днях Южного административного округа. Меритуков там есть прокурор. Он меня сдал в полицию. Иди, говорит, отсюда и больше здесь не появляйся. Ты, говорит, мне надоело. С 2011 года ходишь. Сдал меня в полицию. Вторая проблема. Вот видите, я хожу с палочкой. Врачи меня не лечили, а позвали с эмулянткой. Группу дали вторую. Занизили. Вместо первой дали вторую, чтобы снизить размер. Инвалидность. Да, инвалидность. Я обратилась в суд. Пыталась компенсаторным способом разместить свой ущерб здоровью. Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. Без медицинской документации городской поликлиники я наблюдалась. А судебные расходы за судебно-медицинскую экспертизу взыскались в меня. И теперь одна медицинская организация 50% из пенсии снимает через пенсионный фонд, а вторая медицинская организация из банка 50%. И я осталась на нулях. Это за сколько же они запросили на судебную экспертизу? 106-470 моя поликлиника, городская поликлиника номер 52. И 65-870 НИКИО имени Свержевского. 165 тысяч они с вас списали? 106-470 списывают. Понятно. Будут каждый месяц по 50% списывать. По кусочку. Да. Замечательно. И вот я осталась на несколько месяцев вообще без денег. Я обратилась к Путину, окажите мне материальную помощь. Обратилась в Минтруд, обратилась в социальный отдел службы, в правительство Москвы обратилась. Но мне отказали все молчать. Никто мне не оказал материальную помощь. Я пришла сегодня, чтобы найти какого-нибудь олигарха, вора в законе, узнать адрес и у него попросить материальную помощь. Олигархи, воры в законе, пишите в комментарии, где ваш адрес. И мы к вам обратимся за деньгами. Я думаю, ваше обращение увидят юристы. Нет, юристы сказали, что мы бесплатно не можем. Мы только обслуживаем инвалидов второй группы бесплатно тех, кто получил травму на работе. У вас травмы на работе нет, мы вам не окажем. Как вас найти, если нужно вам помочь? 8-915-431-56-60. Мой телефон. Хорошо, спасибо вам. И в интернете, если наберете, Беляева Нина Тагебна, весь трудовой спор. И как меня арестовали, штрафуют, до сих пор штрафуют за мои пикеты, за мой громкий голос, который из-за болезни я не могу уменьшить, потому что слуха нет половина. Меня штрафуют, штрафуют и штрафуют. Полиция арестовывает и без процессуальных документов вытуривают, когда утром, когда ночью. Но это очень странная история. Странная история, но реальная. Так, кто хочет выступить? Ну давайте, давайте. Я хочу сказать. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Ольга. На той неделе был запущен вот этот телефон. Сейчас прошла неделя. За неделю хочу сказать, что позвонило около 200 человек, которых я услышала и которым донесла. Вы расскажите, что за телефон? Суть в чем? Собираются народные контроли. Они уже есть по Москве. Они есть, точечно проходят. Если кто-то не создал, мы создаем. У нас есть вся для этого документация. Народ кричит. Я прошу, пожалуйста, кто хочет услышать, тот услышит. Нужно обязательно объединяться. Самое уязвимое население наше – это дети. Они бессловесны. Они не могут себя защитить. Это настолько очевидно. Вы все прекрасно знаете. Сейчас. Сейчас хочу сказать еще пожелание большинства. Есть мамочки, папочки, которые просто заведомо ведут своих детей и уходят на работы свои. Не хлебом единым. Все это понятно. Значит, просьба такая. Если каждый родитель напишет заявление на имя директора о том, что он категорически запрещает какие-либо манипуляции в отношении своих детей, это будет в помощь нам. Потому что народный контроль с документами приходит, они стоят как кордон. Раньше мы всегда гордились учителями, медиками, военными. Сейчас это именно рицательный учитель. Педагог стал это просто надзирателем. Ведь измеряют температуру, кому ни попадя. Мы все это, наверное, кто не знает, я хочу сказать. Охранники, уборщицы, свободные учителя. Все стоят. Дети на продленке бегают туда-обратно. Сколько раз их будут измерять. Все это понятно, что это вредно. Я медик, у меня 40 лет стажа. Я хочу сказать про медицину. Значит, все, что сейчас проводится на... Просто геноцид над нашими детьми. Их просто убивают. Все вот эти вот санитайзеры, которые содержат спирт, этанол, метанол, они убивают детскую кожу наших детишек. Потому что уже дерматологи, у них очень нежная, уязвимая кожа. Особенно, в отличие от нас, загрубевших рук. Дело в том, что сейчас дерматологи уже кричат. Очень много дерматита. Слизистая глаз тоже может быть поражена. Потому что есть аэрозоли, есть гели. Но суть в чем? О том, что я хотела сказать, чтобы родители писали эти заявления, не боялись. Они не имеют права отказать вам. Потому что полностью несете ответственность только вы за ребенка. Как только он переступает порог, несет ответственность за него учителя, заучи и все остальные. Вы должны обезопасить своих детей. Значит, за эту неделю звонил Саратов. Дагестан звонил. Хантамансийск. Руслан из Хантамансийска просил донести. Что говорит, сейчас вот 8 утра, а он со мной именно в это время разговаривал. Я говорю, смотрю, как ведут родители своих детей, а у нас уже в школу без прививок детей не пускают. Не думайте, что это пройдет мимо нас. К этому все идет. Если десятилетиями убивали нашу землю, грабили, травили, уничтожали, 20-й год, поймите правильно, это идет уничтожение населения. Так, повторите еще раз ваш телефон. Я одна на этом телефоне. Так, и пожалуйста, не обижайтесь, если я кому-то не смогла ответить. Физически, конечно, в одни руки это очень тяжело. Поэтому звоните, будем вместе сообща работать, объединяться. В этом есть смысл. Потому что со всех регионов, не только с Москвы. 8-967-175-04-49. Да кто хочет услышать, пожалуйста, услышьте. Потому что сейчас действительно, кто еще не понял, мы на своей земле, но мы в оккупации. Да черт возьми, да когда же уже это кончится-то? Ну проснитесь, люди. Давайте хотя бы детей, то, что самое наше дорогое достояние, дети. Мы хотя бы их спасем. Насколько это возможно. Просто так говорить, все, труба, все, что там 5-10, это все ерунда. Надо хоть что-то, но делать. Потом, я хочу сказать, как медик. Эти маски, люди, пожалуйста, снимите. Я 40 лет с этими масками работаю. С этими санитайзерами. Руки вообще уже никуда. Да бог бы с ним. Я говорю о том, что эти маски, они создают газовую камеру, в которой вы сами же уничтожаете себя. Выходите на улицы, смотрите в глаза, помогайте друг другу. У меня очень большая пенсия, 13 тысяч. Но я хочу сказать, не гордясь, не гордясь, что я чем могу, я помогу тем людям, которым еще тяжелее, чем мне. И это нормально, потому что сейчас все забыли вообще, что такое смотреть друг другу в глаза, подходить друг к другу. Все шарахаются. Мы не прокаженные, мы не больные. Мы должны видеть друг друга, не бояться, не шарахаться. Я единственное прошу людям, пожалуйста, услышьте меня. Телефон я свой озвучила. Если я физически кому-то не ответила, это не сброс, это не сброс. Я есть. Если кто-то готов еще свой телефон продиктовать, помощь, чтобы соединиться, я только буду тоже зад. Всех вам благ, здоровья. Держитесь, крепитесь. Мы все равно победим, мы вылезем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok